Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные гитарные обзоры! Сейчас я вам покажу зеленого монстра! Смотрите! О-о-о! Азиатский крокодил Гавиал! 8 струн, лады 4 и 3, низель беру и порожек! Господи, муртемензура! Но! Это все потом! Сначала слушайте внимательно! 23 ноября в Челябинске у меня будет концерт! Приходите, господа! 24 в Екатеринбурге, 26 в Самаре, 29 в Казани, 30 в Нижнем Новгороде будем зажигать! Эх, блядь! А потом еще, знаете, 3 декабря в Нерезиновый, в Белокаменной, в Москве-матушке будет гик! Ну и заключительный концерт в туре 9 декабря в городе Санкт-Петербург! И знаете, изюминка этого тура, это не просто, знаете ли, игра на гитаре и волны махагона, которые спределяются по всему залу! Нет, я вам спою! У меня будет целый сет с песней! Вот мы говорили, Глеб, Глеб, когда на 100 тысяч запоешь, наконец-то выпустишь нам телегу! Господа, переходим по ссылке в комментарии, слушаем телегу и покупаем билеты на концерт! Так что вы добились своего! Я для вас буду на концерт теперь петь! Ну, все, дорогие мои друзья, теперь пора рассматривать инструмент! Господи, боже мой, корт! Короче говоря, корт это такой завод, который выпускает, по-моему, для половины гитарных брендов гитары! Аутсосинг! То есть, вот придумал ты какой-нибудь бренд и говоришь, корт, сделай так, чтобы хорошо было и мое имя напечатай! Корт говорит, хорошо, говно вопрос! И делает! И потом гитары продаются очень-очень задорого! А если корт свое имя пишет вот сюда, на головку, значит, не получается у корта продать все то же самое, только вот с другой надписью! И поэтому гитары корт стоят дешевле, чем тот же самый корт, но с другим лого! Там Fender какой-нибудь или Ibanez, или что там, они еще только не выпускают! Ну, вот, например, по-моему, Ibanez серии Prestige выпускалась какое-то время на корте! И стоило тоже, знаете ли, престижно! Ну, а у, собственно, гитар корт уже такой престижный нет стоимости, но зато, вы знаете, качество, вроде говорят, ничего такое! У меня, правда, есть гитара акустическая корт, 12-струнная, и я на ней не играю, потому что колочки с него, как сухофрукты с деревом, сыпались, пластиковые! Иногда ночью просыпаюсь от странных звуков, думаю, что такое, что полкер есть какое-то, привидение? А нет, это просто с корта очередной колочек развалился и упал сам по себе! Они трескаются и падают со своих штоков! А здесь колочки металлические, так что инструменты интересные! Ну, давайте посмотрим! Аллоу-ка! Итак, надпись «Корд» говорит нам недвусмысленно о том, что это корт! Вот! Блядь! Короче, это и как это дело было! Я прихожу в гитарную лабораторию чинить вундервафли! У меня для вас такая вундервафля есть! Вы охренеете просто! Я пока ваши нервы еще щежу всякими картами! А скоро выпуск такой выйдет, что вы все за голову схватитесь и побежите на кухню пить валидол! Корвалол! Ну вот! Там мне эту гитару ковыряют! Я смотрю, думаю, ни хрена себе! Баклажан! Говорят, да, мы тут тебе вкорячили лады, не мне, а вот хозяину! Лады 4,3! Еще и порожек не изельберовой сделали! А лады мало того, что 4,3 полуцилиндра с отступом, а еще и вот так вот веером! Блядь! Я думаю, ну, надо обязательно поделиться таким монстром-слопотамом со своими зрителями! Вот! И что? Взял вот вам показать такую невидель! Да! Смотрим дальше! Переворачиваем эти волшебные колочки! Локовый! О, да! Это, конечно, круто! Когда локовые колочки! Причем вот эта локовость с обычной гайкой! Это самая моя любимая локовость! Ничего другого лучше еще не придумали! Вот эти самозалочивающиеся! Готов! Господи! Они у меня были! Какое говно! Так, дальше! Здесь у нас написано MADA INDONESIA KX508MS2! Охуенный нейминг для моделей! Как мне напоминает модель Ибанеза! Тоже куча букв, цифр, черт что! И смотрите, что мы сзади видим! Переклей! Раз, два, три, четыре, пять! Из пяти кусков дерева! А что это за дерево? Ну, наверное, можно предположить! Я так вот сразу подумал, что это клён, какое-нибудь красное дерево, клён, красное дерево или какой-нибудь палисандр! Однако, однако, не всё так просто, господа! Залез я в интернеты, нашёл сайт Корт и что мне там пишут? Слушайте, удивительное дело! Значит так, слушаем! Топ из Капа Тополя на корпусе из Акуми! Ё-моё! Короче, ну понятно, что это Кап Тополя, что шпон такой красивый сделан здесь, но корпус, внимание, из Акумия! И написано на сайте, между прочим, чтобы вы понимали! Корпус из Акумия обеспечивает пробивные средние частоты, а уникальная эстетика Капа Тополя добавляет стильный визуальный штрих! Пробивные средние частоты! Опа! Акумия! Из вас кто-нибудь знает, что такое Акумия? Удивительная лёгкость присутствует в этом корпусе из Акумия! Ну, в общем, что, конечно, не очень хорошо на балансе сказывается, гитара обладает адским нэкдайвингом! Вот, а что же у нас тут про гриф? Я же вам про гриф начал рассказывать-то! Вот, накладка грифа из макасарского чёрного дерева! Макасарское чёрное дерево! Вы знаете, я подумал, что это палисандер обыкновенный, когда взял в руки! На это указывает всё! И полоски вот эти, бороздки длинные, и цвет, и такие вот, знаете, полоски разноцветные, немножечко как разные течения, знаете, на какой-нибудь Рио Гранде и Рио Негро! Вот, и с виду, и не скажешь, что это макасарское чёрное дерево! Обычный палисандр, но на сайте, на сайте карта написано, что это макасарское чёрное дерево! Ну-ка! Идеальная древесина для игры с высоким усилением! Макасарское чёрное дерево обеспечивает быструю и плавную игру, а также режущие высокие частоты, способные прорезать даже самый плотный микс! Ну, мы-то с вами знаем, особенно по предыдущему стриму, что, конечно, чёрное дерево прорезает микс, как тузик-грелку, не правда ли? Все вы узнали в слепом тесте, где гитара прорезала микс, а где нет! Ой, господи, ну не писать же, что не узнали, иначе глухие дебилы запишут! Так что напишите! Я сразу узнал! Как ты только камеру выключил, я тебе уже сразу всё написал! Так, и вот теперь, наконец-то, переходим к грифу, который так меня заинтересовал! Гриф из пяти частей клёна и амаранта! Во! Составной гриф из пяти частей клёна и амаранта! И в скобочках Purple Heart! Пурпурное сердце! Не только обеспечивает прочность и стабильность, но и способствует сильному и сфокусированному звучанию в сочетании с акустическим резонансом корпуса! О-хо-хо-хо! Знатный фунфурье составляли! Описание для этого инструмента! О-о-о-о-о! Да-да-да-да! Индивидуальный фиксированный бридж! О-о-о! О-о-о! Но, вы знаете, самый кайф! Тут, я думаю, переводчик постарался! А может, я, слушайте, может, я безграмотный дебил! В общем, напишите сейчас! Гайка-ниппель анкерного стержня здесь присутствует! Анкерный стержень с гайкой-ниппелем улучшает стабильность! А также облегчает регулировку изгиба грифа! Вот так вот! Гайка-ниппель! Помните, раньше так любили говорить? О-о-о! Тут система-ниппель! Короче, это про эту гитару! Ну что ж, макасарский у нас тут какой-то черный дерево! Давайте смотреть дальше! Теперь мы уже подкованы, знаем, что это такое! Короче, смотрите, вот этот порожек! Это уже порожек Низельберовый! Это уже гитарные лаборатории его сделали! Здесь был какой-то пластиковый! Ну и правильно, что сделали Низельберовый! Выглядит, мне кажется, пиздато! Очень даже хорошо вместе с ладами! Лады сделаны как раз все как надо! Отступ от края грифа есть! Небольшой, чтобы дерево могло туда-сюда гулять! Края полуцилиндра, чтобы максимальная ширина была рабочей поверхности лада! Чтобы струна не соскакивала чуть-чуть! Если палец свою траекторию неправильно соблюдать будет! Ну вот таким вот образом! Что у нас тут еще интересного? Смотрите, ладов до хрена! 24 лада! Господи, сколько ладовой проволоки! Ну комплекта 2! Я думаю, как минимум на это должно было уйти! Так, дотики здесь на макасарском черном дереве! Макасарское черное дерево! Блядь, ты что? Не слышишь, блядь? Макасарское! Вот, и здесь вот дублируются дотики! Смотрите, здесь прям как на Ибанес на сериях Престиж! Прям узнаю знакомые саморезики, знакомую систему! Ну что, переворачиваю! Да, здесь у нас батареечка, здесь у нас отсек, здесь у нас видны дупло, куда струны совать надо под азиатское брюшко вырез! И смотрим дальше! Да, пимпочка, между прочим, неплохая! С ней ремень не очень-то соскакивает! Здесь у нас кап из тополя! Цвета такого, знаете, кислотно-сине-зеленого! Такой очень-очень ядерный цвет, вырви глаз называется! Ну и индивидуально для каждой струны у нас здесь такой есть мини-бриджик и 8 мини-бриджиков, вот так вот выставившись, образуют такую косую полосу! Ну что, весьма так на куртуазно! Датчики, правда, нихуя! Просто под наклоном, обычные такие прямоугольные! И вот та самая гайка-ниппель! Блядь, гайка-ниппель! Звучки фишман нынче дохуя новомодные! И, смотрите, здесь отсечка, и здесь отсечка! И теребонька классическая на три положения! А что же делают отсечки? Это у нас отсечка! Что же делают отсечки, говорит Глеб! А это у нас, слушайте, это типа схема переключается у датчиков с актива на пассив! Вот я так это понял из описания на сайте! Вообще на сайте, конечно, описание читать, это можно просто вообще взять так вот в ванну лечь, венца себе налить и читать описание! Комплект звукоснимателей Фишман Флюенс Модерн Хамбакер! Оригинальные и полностью переосмысленные звукосниматели Фишман Флюенс не издают гула, шумов и лишены проблем раздражающей самоиндукции, которые являются бедой даже самых лучших датчиков, тем самым демонстрируя чистый, нетронутый музыкальный тон. Ой, у меня, знаете, аж все внутри свело от такой красоты. Вот так, дальше, что дальше? Дальше давайте уже... Блять, вот это монстр! Дальше давайте уже признаемся, что Глеб Олейник нихуя не игрок на восьмиструнных гитарах, поэтому, когда надо послушать звук на таком монстре, я обычно играю всякую хуйню. Но что поделать, выбора у вас нет, придется слушать хуйню. Поехали! Ух, по-косарски это, да, да, режет, прям режет ухо! О, хоть беруши надевай, ну-ка! О, е-е-е-е! Итак, давайте изучать. Сейчас у нас нэк, и давайте сделаем отсечку. Опа! Ну что, вполне такая отсечка, давайте сыграем что-нибудь. Как интересно! Здесь без оплетки не три струны, а четыре. И это так сбивает с толку, это так непривычно. Ой! Ну и звук, конечно. Конечно, такой, да, на любителя. Ну-ка, если мидл в отсечке включить, что получим. Во, а сейчас мидл-то получше, да. Мидл-то получше. Мидл-то получше. А давайте теперь включим тот самый пассивный режим. Сейчас оно в активном все работает. Сейчас у нас и нэк, и бридж. Вова! А вы знаете, разницу я прям кардинальную не улавливаю. хорошо вот актив смотрите вот на максимум в кул все в кул на максимум отсечка теперь пассив бля давайте уберем отсечку теперь опять поиграемся актив пассив сейчас как будто лучше слышно разницу если его вообще было слышно в предыдущем варианте сейчас как будто становится громче на активе до чувствуете ну вот так вот оно все звучит конечно вы скажете и будете правы глеб но разве можно играть это какую-то хуйню блюзую на гитаре с восемью струнами здесь надо нулёбствовать давайте попробуем давайте попробуем по нулёбствовать и так от винта блядь эх блядь ой ну ка если взять и ох как оно ебошит ну ка если просто нули поебашить у вот слушайте слышите тут либо гейт надо делать пидольку либо какие-нибудь носки вот сюда вот потому что вот эта часть слушайте внимательно она очень-очень сильно лезет в датчики и вот после этого глеб ты говоришь что вот дерево не влияет аааа ну что вот так вот оно звучит как еще он сыграет дичьи пизжи я не знаю блядь я не знаю как это все играть короче хуй знает что друзья мы вот такая вот история с этим 8 струнными гитарами эта рубрика была типа смотри охуевай ну а я хочу вас пригласить к прослушиванию минутки агитации и так минутка начинается подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на бусти там у меня садко о садко богатые гости а мне потайные обзоры где все гитары которые попадают на обзоры сюда я обозреваю гораздо раньше некоторые так и не попадают на основной канал и много много еще чего выходит у меня там на садко много полезной информации обучающих видео и я говорю садко на самом деле я хотел сказать на бусти а садко это программа обучения по электрогитаре там уже огромное количество уроков накопилось где самого-самого простого прям с нуля можно начать с первого урока садко и ты будешь постепенно осваивать электрогитару получая самые базовые необходимые навыки такие как ритмика аппликатурное мышление фразировка мелизматика и так далее и тому подобное и дальше уже постепенно постепенно висит ком накапливается усложняется я вместе с вами что самое главное выполняю все эти упражнения которых вам рассказываю на садко поэтому уроки там длинные я долго-долго перед камерой выполняю упражнение у вас есть возможность делать это вместе со мной прямо включив видос как аэробику помните в совке гоняли там баба ножку поднимают и типа зрители тоже должны это делать вот тоже самое только без баб а с вашим покорным слугой все дорогие мои друзья приходите ко мне на концерты подписывайтесь на канал и на бусти а я вас люблю целую обнимаю и до следующих встреч с новыми на этот раз будет а то садом вундерваффлами все всем пока целую чмоки